Умение выступать публично. И вопрос, туда должны идти только ораторы, это не так. Да, профессиональные ораторы. Туда должны идти люди, у которых потенциально могут появляться возможности выступать перед количеством, определенным количеством людей. И всегда важно звучать убедительно, звучать позитивно. Здорово, это облегчает жизнь и легче общаться с людьми. Из чего складывается впечатление, которое мы оказываем на аудиторию? Из чего? Из каких компонентов? Воздействие зависит от того, что видит человек, с которым мы общаемся, от того, как мы говорим и от того, что мы говорим. 60% на 60% воздействие, это один фактор, на 30% другой и на 10% третий. Угадайте, на сколько процентов влияет то, что видит человек, общаясь с нами, то, как мы говорим и то, что мы говорим. Три компонента. Как они распределены? По визуальному каналу 60% воздействия. Поза, жесты, зрительный контакт, визуальные средства воздействия. Плакаты, пауэрплант-презентации, раздаточные материалы. 30% это то, как мы говорим. И только 10% действительно, что мы говорим. Представляете, собственно, содержание нашего выступления, это всего 10% воздействия. Всего 10%. А как мы готовим публичное выступление? Мы пишем, пишем, думаем, что я скажу, что я скажу. И согласитесь, когда вы готовили первую презентацию, вы сконцентрируетесь там, что вы скажете. А как вы это сделаете? Последние секундочки только потратили на это. Ну хорошо, а что делать, когда показать нечего? Ну нечего, не предусматривает регламент. Вы выступаете импровизируя, или это невозможно просто в связи с отсутствием технических средств. Как быть? Да, конечно, у вас есть жестикуляция. Конечно, у вас есть образная речь. Но первое образование у меня лингвистическое. Я знаю, как работает подсознание человека. Очень важно, чтобы перед глазами сидящих в аудитории разыгрывалось буквально. Или мультфильм. Чтобы были образы, ведь человек мыслит образами, а не словами. Есть такой тонкий прием. Вы можете использовать глаголы визуализации время от времени в вашем выступлении. Например, давайте взглянем на эту проблему иначе. Давайте посмотрим, что с этим можно сделать. Давайте заглянем с обратной стороны. А давайте посмотрим, что делается. И так далее, и так далее. Глаголы визуализации. С помощью жестикуляции вы можете создавать целые картины в глазах сидящих перед вами зрителей. Когда вы говорите о том, что доходы вашей компании возрастали год от года, не просто скажите, а покажите. Если результаты были меньше ожидаемых, покажите это. А можете сказать, что значительное увеличение объема продаж сегодня вы отмечаете с большим удовольствием. Что-то было меньше, что-то больше. С маленького стало большим. Неуклонный рост. Вокруг никого. Да, возможно, это слабая замена тому, что можно показать. Но это лучше, чем не показать совсем ничего. Не недооценивайте воображение сидящих в зале. Они могут нарисовать гораздо лучшие картины, чем те, которые вы готовы им предложить. Но дайте им эту возможность. Он тебе говорил, представьте в нюансах, представьте усики у зайчиков. Нюансы. Жердинки тонкими концами. И вдруг мы раз, просто жердинки, а когда тонкими концами, вот тут вырисовывается картинка. Не просто досочки, досочки от ящичка. И так раз, жердинки. И я по ним. И кино. Визуальный канал самый важный. Если вам удастся сделать так, что аудитория увидит в картинах все, воздействие умножается в разы. Поза имеет значение. Телом мы говорим о аудитории очень много. Мы говорим гораздо больше, чем мы говорим словами. Правильная ораторская поза посылает сигналы уверенности, сигналы настроенности на действие в наш мозг. И улучшается наше настроенное выступление. А следовательно и само выступление. Я далек от идеи, что нужна театральность какую-то, что есть место в деловой среде, в жестикуляции. Но все-таки есть элементы, которые помогают нам донести до аудитории то, что мы хотим донести. Через язык. Поза и жестов. Давайте разберем элементы правильной ораторской позы. Первое заключается в том, что центр тяжести во время вашего выступления должен быть смещен вперед. Это подчеркивает для аудитории, что вы человек готовый идти вперед, настаивать на своем, вести за собой. Когда же мы смещаем центр тяжести назад, это говорит о нас как о человеке, готовом отступить, поступиться своими принципами, отказаться от своих идей. То ли это, что вы хотите донести до аудитории? Центр тяжести смещен у нас вперед, когда мы доносим до аудитории свои идеи, свои мысли, пытаемся что-то внушить. Но в тот момент, когда вы хотите получить от аудитории обратную связь, вы можете центр тяжести переместить назад. Плечи расправлены и опущены. То есть, грудная клетка может наполняться воздухом максимально. Спина прямая, подвороток приподнят, такая легкая нагловатость появляется в взгляде. Пятки на 20-25 сантиметров друг от друга. Носки развернуты чуть-чуть. Ну, короче, вот не вот это. Вот исходное положение. Это не означает, что вы должны в нем застыть. Со временем ваше положение станет более естественным, раскованным. Главное, чтобы ключевые моменты вы запомнили. Смещение центра тяжести. Спина прямая. Подвороток приподнят. Грудь вперед. Попробуйте, поэкспериментируйте. И увидите, насколько хорошо это работает. Нюанс. Мелочь. Но из мелочей состоит успех. Правда ведь? Это оказывает влияние на аудиторию. Аудитория видит у вас человека уверенного в себе. Спокойного. Да? То есть лидера. Того человека, за которым она готова идти. Только ли для оратора так важна поза? А давайте заглянем в другие сферы деятельности человека. Как начинает свое выступление гимнастка? Центр тяжести вперед. Спина прямая. Плечи опущены. Руки развернуты. Правда ведь? Как начинает парад командир? Он выходит к строю. И что? Он стоит вот так? Плечи развернуты и опущены. Центр тяжести вперед. Вы знаете, практически все памятники изображают исторических деятелей с центром тяжести, смещенным вперед. А давайте вспомним классические позы известных ораторов. Ленин, когда выступал, он всегда наклонялся вперед. То же касается и Муссолини, и Гитлера, да и Сталина тоже. Посмотрите хронику. Обратите на это внимание. Понаблюдайте за другими ораторами. Обычно в индивидуальном общении мы жестикулируем вот на уровне грудной клетки. Вся наша жестикуляция по объему сравнима с головой человека. Когда же мы выходим на сцену, мы переносим привычку так жестикулировать и сюда. Что происходит? Аудитории не видно того, как мы жестикулируем, к сожалению. И наше воздействие на нее снижается. Жест на сцене, даже если это небольшое помещение, небольшая аудитория, должен разворачиваться в объем, сравнимый с ростом человека. То есть разворачиваться полностью. Вы прямляете руку до последней фаланги пальцев. Тогда это создает ощущение, что вы раскованный и откровенный с аудиторией. Давайте вспомним первые немые фильмы. Как играли актеры. Почему так жестикулировали актеры того времени? Неужели так жили тогда? Вряд ли. Просто первые актеры кино – это были театральные актеры. А в то время в театрах освещенность была не такая, как сейчас. И поэтому сидящим в зале было хуже видно движение актеров и их мимику. Именно поэтому появлялся вот такой грим нарочитый, черные глаза, губы. Для того, чтобы могли видеть не только сидящие в партере, но и в галерке. Видеть каждое движение лица актера, каждый его жест. Потому что жест и мимика говорят очень много. Иногда гораздо больше, чем слова. Приветствие жестом – это уже коммуникация, это уже текст, который вы передаете просто в виде жестов. В случае, если вы обращаетесь к тому, кто социально значимее, чем вы, вы приветствуете жестами вниз. Да? А когда наоборот, вы значимее для него, жесты вверх. Когда вы выходите к аудитории, вы по определению значимы, поскольку вы на сцене, а не сидящие в зале. Их социальный статус может быть выше. Но здесь вы командир, вы капитан, вы, ну не знаю, вы главный. Поэтому приветствие с жестом вниз сразу вызывает у аудитории совершенно не то, что мы хотели бы у нее вызвать, что нужно вызвать. Поэтому с аудитории любые приветствия, любые жесты, но вверх. Вверх. Коу. Вот так. Будь другом, помедленнее. Вот так. Желтые штаны, два раза ку. Ку-ку. 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 Показывайте ладони людям. Жестикулируйте. Это демонстрирует открытость, да? Вспомните, во многих канонических изображениях, вот так, да? Люди приветствуют друг друга открытой ладонью. Человек говорит, у меня ничего нет. Да? Открытость демонстрируется ладонями. Все, все, все разрешено, что не запрещено. Нет запрещенных жестов. Ну, пожалуй, за редким исключением. Просто смотрите, это работает на цель или работает против цели? Все. Все мы летали самолетами. Давайте вспомним, как используют этот прием стюардессы. Помните этот службоперевод? Аварийные выходы находятся в конце салона, в центральной части и в передней. Помните? Даже если человек не владеет тем языком, на котором объясняют правила безопасности, он все равно поймет. Давайте помните это, когда мы выступаем. Независимо от того, выступаем мы в спектакле, снимаемся в кино или выступаем на деловой презентации. Естественно, если есть какой-то раздражитель по визуальному каналу, он оттягивает внимание на себя. Что бы я сейчас ни говорил, невольно, глазами вы все равно будете наизб... Которое вам уже известно, понятно и ясно, что речь не об этом. Но мне нужно будет потратить дополнительные усилия, чтобы привлечь внимание к тому, что я сейчас буду говорить. Визуальные средства отвлекают перетягивать внимание на себя. Я не рекомендую развешивать плакаты или проецировать изображение вот с мультимедийного проектора. То изображение, которое пока еще не связано с тем, что вы говорите. Я, между прочим, отсюда из аудитории вынес... Сколько? В ходах 5-6 сделал. Вынес предметы, не относящиеся к тренингу. Я бы вынес еще часть аппаратуры, которую я не использую, но, к сожалению, технически невозможно. Вынес все, оставил только вот цветочные горшки. Для того, чтобы ваше внимание не рассеивалось на предметы, не относящиеся. Не успел картину снять. Ну ладно. Я поэтому попросил не давать материалы в руки до тех пор, пока не наступит определенный этап тренинга. Потому что, я по опыту знаю, вы моментально открываете, начинаете листать, разглядывать вещи, о которых пока речь не идет, еще рано. Пожалуйста, не открывайте сейчас страницу 17. Когда я отвлекусь. Ни в кое-что. Понятно? Когда мы находимся на сцене, у нас гораздо меньше возможности произвести на публику впечатление, оказать воздействие. Потому что для публики мы слишком маленькие. И все нюансы нашей мимики, все нюансы нашей жестикуляции, к сожалению, пропадают. Мало того, когда мы статичны, нас аудитория почти не замечает. Вас перестают замечать. Вас перестают отличать от других элементов интерьера. Не секрет, что движущиеся объекты привлекают наше внимание гораздо больше, чем статичные. А мы об этом прекрасно знаем. Ведь ребенок, который подготовил урок и хочет, чтобы преподаватель спросил именно его, трясет вот так рукой, а не просто поднимает ее. А нищие в переходах трясутся, чтобы мы их увидели в толпе других людей. А те, кто раздает бесплатные газеты, трясут ими в воздухе. И их разбирают гораздо больше, чем у тех, кто просто стоит и раздает листовки или газеты. Почему же мы, выступая перед аудиторией, застываем как предмет интерьера? Чтобы привлечь внимание аудитории, необходимо движение. Необходима жестикуляция, мимика, перемещение по сцене. Вы наверняка заметили, что многие кадры этого фильма сняты с движения. Камерой, которая движется, даже если не двигаюсь я. Это сделано в частности для того, чтобы объекты перед вами постоянно перемещались. И это привлекало ваше внимание к тому, что происходит на экране. Когда же мы выступаем перед публикой, мы, к сожалению, пренебрегаем этим. Как сделать так, чтобы внимание публики было приковано к нам? Занимайте все пространство сцены. Двигайтесь активно. Помните, что у вас не только 2 метра, а у вас есть все пространство от левой кулисы до правой. И не только это. У вас есть глубина сцены. Вы можете отходить и подходить ближе к сидящим в зале. Перемещайтесь, и можете быть уверены, внимание аудитории будет постоянно приковано к вам. При этом важно помнить, передвигаясь, изменяйте скорость перемещения. На некоторое время застывайте. И таким образом, контрастность ваших движений не дает публике привыкнуть. Именно это позволит вам выступить наиболее эффективно и наиболее эффектно. А вот посмотрите, что заставляет этого продавца воздушных шариков вертеть шарик в руках. Движущийся объект привлекает внимание. Конечно, вот молодец. Он продаст. Вот манекены, да? Ну, казалось бы, что нового можно придумать в манекенах? Стоят себе и стоят. А вот... Это совсем другое дело. Движутся привлекают внимание гораздо больше, чем девушки в левом окне. Мы двигаемся почти ниже стекулируя, а потом вдруг... Случается ли кому-нибудь из вас говорить в трубку телефона, когда на том конце трубку еще не сняли? Когда вы еще слышите в трубке длинные гудки? Нет, конечно. Случается ли нам во время публичного выступления начинать говорить, когда аудитория еще не воспринимает нас? Конечно, и очень часто. Что сделать, чтобы аудитория начала воспринимать то, что мы говорим? Чтобы аудитория, ну, условно говоря, сняла трубку? У публика получает по зрительному каналу наибольшее количество информации о нас, даже когда мы еще не начали говорить. С публикой очень важно установить именно зрительный контакт. Как установить его? Как установить зрительный контакт с аудиторией? Это первая информация, которую аудитория получает от нас. Это уже диалог с аудиторией, хотя мы не произносим ни одного слова. Сегодня мы специально приехали в театр, чтобы вы могли убедиться в том, что установление зрительного контакта действительно очень важно. Оно настолько важно, что его даже имитируют. Давайте вспомним, что делает актер, когда выходит на сцену. Например, актер балета. Он становится в исходное положение и сразу начинает танцевать. Нет ведь, правда? Сначала он делает вот это характерное движение. Он обводит глазами зрительный зал. Мы все его хорошо видим. А что видит он? Посмотрите. Черная дыра, пустота. Он не видит никого из нас. Но обязательно показывает нам, что он видит и танцует именно для нас. Нет зрительного контакта. Актер его имитирует, чтобы каждый сидящий в зале почувствовал. То, что звучит со сцены, звучит для него. Для него лично. Для каждого сидящего в зале. Независимо от того, в партере он сидит. Или в ложе. Или, может быть, совсем на галерке. Вот перед нами зал. Конечно, трудно охватить всех. Здесь были бы сотни людей, если бы он был заполнен. Не секрет, что у нормального человека сектор обзора составляет 35-40 градусов. У опытного оратора 40-45. То есть, выступая, мы охватываем вот этот сектор. Сектор обзора, как я его называю. Как правило, он заканчивается до последнего ряда. Вот здесь. То есть, фактически, мы поддерживаем зрительный контакт, а следовательно, вообще контакт. Только с этой частью зала. К сожалению, выпадают почти полностью фланги и галерка. Люди, сидящие в этих местах, не чувствуют, что то, что вы говорите, вы говорите им. Когда я проводил пресс-конференции, я заметил, что самые каверзные вопросы задают журналисты, сидящие вот здесь и вот здесь, например. Именно отсюда раздается характерный шум, шелест фантиков, покряхтывание. Именно там мешают, шумят, кряхтят. А здесь сохраняется внимание, потому что сектор обзора. Что можно сделать? Знаете, в ПВО есть такое устройство, радар, или локатор еще, как мы называем. У него ведь тоже сектор обзора небольшой. Но на его мониторе видно все небо и все самолеты, летающие по нему. Почему? Он поворачивается. Так давайте что же самое делать? Кто нам мешает поворачиваться время от времени и обращаться к разным частям зала? И мало того, особое внимание уделять флангам, потому что там не ждут вашего внимания. Вот так люди, имеющие серьезный навык публичных выступлений, имеющие богатый опыт, охватывают всех сидящих в зале. Даже тех, кто сидит на самом фланге, на левом или на правом. Я рекомендую поворачиваться к тем частям зала, которые обделены вашим вниманием, вследствие того, что сектор обзора не позволяет их увидеть одним взглядом. Подходить к ним, обращаться к ним время от времени, обращаться и к галерке, ясно показывая, что вы говорите и для них. Вы должны уделить внимание каждому сидящему в зале. И каждый сидящий в зале должен почувствовать, то, что я сейчас говорю, я говорю для него, я говорю с ним. Нет, я говорю не со всеми, я говорю с каждым. Это сделать несложно. Прежде чем вы начнете говорить, вы должны оглядеть зал полностью, от левого до правого края. Это несложно. Человеческий глаз движется очень быстро. И внутренне, проговаривая про себя, ну как будто бы, здравствуйте, рад вас видеть. Очень приятно, что и вы в зале. Да-да, здравствуйте, сейчас мы начинаем. Еще одну секунду. Потерпите, пока не убедитесь, что каждый сидящий в этом зале смотрит на вас, смотрит вам в глаза. Вы изумитесь тому, как через несколько секунд буквально все внимание будет обращено на вас, как стихнет характерный шум в зале. И когда вы почувствуете, что все готовы слушать, что вы скажете, только тогда вы можете начинать выступать. При этом хочу убедить вас от типовой ошибки и делать удар. Естественным образом человеческий глаз, зрачок, двигается именно так. Он совершает хаотические движения. Поэтому зрительный контакт – это точечные удары, это не ковровая бомбардировка. Когда вы устанавливаете зрительный контакт, это вроде бы контакт глазами. Но на самом деле, публичное выступление, даже если это бизнес-презентация, даже если это политическая акция, это не контакт умов, это контакт сердец, диалог сердец, разговор на уровне чувств. Ведь информацию можно и глажить в письменном виде. И нам не нужно было бы выступать перед публикой. Вот это диалог умов действительно, а у нас диалог сердец. Поэтому глаза ближе к мозгу, конечно. И мы можем глазами установить зрительный контакт, этим вполне удовлетвориться. Но на самом деле, контакт устанавливается сердцами. Поэтому, когда вы устанавливаете зрительный контакт, вы поворачиваетесь к аудитории сердцем. Мы часто делаем такую вещь. Мне нужно снять зрительный контакт, делать так. С сердцем повернуться нужно. Ну, это аналогия, конечно. Это я, естественно, переживаю немножко. Но, тем не менее, помните, контакт сердце к сердцу. Главный секрет публичного выступления в том, чтобы не выступать перед людьми, а говорить с ними. Иногда в литературе я встречаю рекомендацию для того, чтобы меньше волноваться, выбрать в аудитории одного слушателя и все ваше выступление проговорить ему, глядя ему в глаза. Ну, вот, положим, сидит у нас где-нибудь в 12-м ряду на 36-м месте такой человек. Во-первых, представьте его ощущение, когда 40-минутная речь идет ему одному. Он не может шелохнуться, он не может сморкнуться, он не может посмотреть в сторону. Это во-первых. А во-вторых, все остальные, их что, не существует? Какой же будет эффект вашего выступления? Еще интереснее книги, в которых рекомендуется смотреть чуть выше голов собравшихся. А как же зрительный контакт? Попробуйте смотреть чуть выше головы вашего собеседника, с которым вы общаетесь в индивидуальном режиме. Каков будет эффект? Вы знаете и сами. Вам наверняка приходилось встречать таких людей. То, что вы не смотрите в глаза людям, сидящим в зале, ясно свидетельствует о том, что вы боитесь, что обратная связь будет не в вашу пользу. Вы боитесь увидеть неодобрение, скуку в глазах или агрессивность. Поэтому на всякий случай вообще не смотрите. Если уже мне нужно выступать, то я лучше буду смотреть в пол. То есть я подниму глаза, а вдруг там люди... Я понимаю, что удерживать внимание на мне в течение 8 часов подряд, это труд непомерный. Но я смотрю вам в глаза, чтобы увидеть. Так, опа, уже тяжело воспринимать, надо дать разрядочку, да, нужно дать поупражняться. Оп, наоборот, слишком. Нужно сейчас, аудитория готова к теоретическому материалу. Через обратную связь. Иногда ошибаюсь, иногда где-нибудь перегну. Когда-то я работал в школе и хотел бы вам подарить прием привлечения и удержания внимания из практики школьных учителей. Бывает так, что вам достался непростой класс. И этот непростой класс еще и пришел с непростого урока. Ну, положим, после урока физкультуры, когда у детей мокрые волосы, красные щеки, они прыгают по партам, еще не могут успокоиться. На спине у некоторых след от обуви. И вам нужно начинать с этим классом урок. Что делает учитель неопытный? Учитель неопытный делает так. Дети, тишина! Тишина! А! Слышали такое? Когда сами были ребенком. В результате что получается? Детям плохо слышно друг друга, и они начинают говорить еще громче. В результате приходит директор школы. Что же делает опытный педагог? Обойдя в класс, он проходит к своему месту, останавливается. И замирает. В течение некоторого времени он не произносит ни звука. Он даже не смотрит ни на кого из детей конкретно. Он просто смотрит в пространство, и лицо его не отражает никаких эмоций. Вы знаете, тишина в классе наступает довольно быстро. Когда я первый раз применил этот прием, мне показалось, что прошло уже полурока. На самом же деле, я засекал, прошло всего две минуты. При этом, в следующий раз, если дети начинают шуметь в классе, вам стоит остановиться прямо на том месте, где вы говорили. И постоять хотя бы несколько секунд. Моментально устанавливается такая же тишина. Попробуйте, поэкспериментируйте со взрослой аудиторией. Это работает точно так же, как с детьми. Мы с вами поговорили о том, что позволяет привлечь внимание аудитории. А как это внимание удержать? Контрастные раздражители. Вы хорошо знаете, что это те вещи, от которых отвлечься невозможно. Контрастные раздражители могут идти по нескольким каналам. Ну, по визуальному, например. Движение, да? Вы какое-то время стояли неподвижно, выступая перед аудиторией. И если вы неожиданно пошли, то это всегда фокусирует внимание на вас. Если мы приучили аудиторию к тому, что мы двигаемся, вот как я сейчас, да? Не меняя направление и скорость движения. Неожиданно остановимся, это привлечет внимание. Но у нас есть с вами не только визуальный канал, у нас же есть и голос. Если какое-то время вы говорили на пониженных тонах, вдруг, когда ключевой момент выступления, вы повышаете силу голоса, увеличиваете громкость и потом опять возвращаете к исходной громкости. Мы можем говорить размеренно, медленно, но в ключевом моменте увеличить темп речи или наоборот, неожиданно замолчать. Если громкость не меняется, темп речи остается и не выступающий статичен, аудитория постепенно засыпает. Вы это видели много раз и сами спали в аудиториях. Давайте перенесемся с вами в детство и вспомним новогодний спектакль. Снегурочка прячется там за какой-нибудь елочкой, выступая за пределы елочки по понятным причинам. Все дети ее видят, а баба-яга подслеповатая ее не видит. А в один прекрасный момент она поворачивалась к залу и говорила, «Дети, скажите старой бабушке, где прячется Снегурочка?» Бросив свои недоеденные мандарины, тут же вспотев и раскрасневшись, вскакивает и пишет «Туда!» Показывая в противоположную сторону от Снегурочки. Понимаешь, что если баба-яга найдет Снегурочку, Новый год, возможно, не состоится, мы не получим наших подарков. Для чего бабе-яге это нужно? Зачем? Вовлекают детей в происходящее на сцене. Дети начинаются переживать. Тоже самое происходит и со взрослой аудиторией. Ведь на концерте звезд эстрады мы время от времени можем видеть, как используется прием вовлечения. Вспомните концерты, когда исполнитель говорит, «Дайте больше света в зал, я не вижу людей, сидящих на балконе». Микрофон в зал, пойти вместе со мной. Зачем? Что за детский сад? Вовлечение. Подъем! Отдышалась немного Срабатывает не только механизм привлечения внимания, но еще тот фактор, что сидящие в аудитории, если они каким-то образом участвуют в происходящем на сцене, хотя бы тем, что кричат туда, уже становятся актерами, даже не выходя из зала. Они уже не могут сказать плохой спектакль. Они в нем участвовали. Прием вовлечения работает на всех уровнях и позволяет оставить не просто хорошее впечатление, а дать возможность аудитории запомнить наилучшим образом все, что происходило. Человек забывает 90% того, что он слышит, 60% того, что он видит. Ну, это вы знаете, да? И всего лишь 10% того, что он делает, в чем он участвует. Вовлечение аудитории в вашу презентацию или хотя бы мнимое вовлечение всегда делает ваше выступление а запоминающимся, б впечатляющим, в сильным по воздействию. Как вовлекать, если вы просто оратор, если вы не Снегурочка, даже не Дед Мороз, и не Баба-Яга? Один из самых лучших способов вовлечь аудиторию в происходящее это попросить ее о помощи. А какой помощи можно попросить аудиторию? А? Тряпочку прополоскать. Карандашик налить. Стаканчик. Налейте мне стаканчик, ребят. А мне трудно. Что ты? Налейте мне стаканчик. Карандашик заточить. Карандашик заточить. Ну, это уж какое-то там аудитория сидит, карандашик. Попроще что-нибудь, попроще. Вот, например. О чем мы... Как у нас точно формулируется тренинг? Можно вас попросить? Вот я могу вас попросить. Есть у вас часы, да? Могу я вас попросить, когда истечет 18 минут, подать мне знак? Спасибо. Спасибо. Итак, я начинаю. Он родненький будет. Он сядет со своими часами с минутной стрелкой. Он будет... Пятно. Мы вместе. Он вовлечен. Он вам помогает. В нужный момент он махнет вам, конечно, рукой. Вы поблагодарите его после. У вас состоялось совместное с аудиторией выступление. Мощнейший прием. Несмотря на то, что выдернули одного, аудитория-то ведь себя воспринимает, как единый организм. Выдернули одного, это аудиторию вовлекли. Мы тут же начинаем сопереживать. О, нашего потащили. Гляди. Вы не работаете с человеком, сидящим в зале. Вы работаете с аудиторией. И даже если вы выбираете кого-то в качестве голоса аудитории, не оставляйте всю остальную аудиторию. Не бросайте ее. Особенно если разговор затягивается, если у вас начинается диалог два-три вопроса и больше. Как это делается? Ну вот положим ваш микрофон, да? Вы обращаетесь с Леной. Можно вас попросить несколько слов сказать об этом? При этом вы сохраняете зрительный контакт с аудиторией, слушаете Лену, и когда она говорит, вы как-то мимикой и глазами указываете ваши отношения. Спасибо. Видите, как опытные профессионалы, они работают с залом. Так что, скажите, когда в последний раз вы, обозначая, но не уходя на него, вы для публики работаете, а человек, которого вывели на сцену, вы не с ним. Он здесь вспомогательный элемент, а не главный, не ключевой. Публика главный элемент. Вы отвечаете, поддерживая зрительный контакт со всеми. Этот вопрос может интересовать всех. Почему индивидуально? И, кстати, вы заметили, когда вы отвечали на вопрос персонально, фланги так теряя интерес, между собой переговариваются. Со всеми держим зрительный контакт. Задавать аудитории вопросы. При этом даже не обязательно аудитория должна на них отвечать. Понятно? Понятно, говорю я, хотя, ну понятно, что понятно. Мало того, вы даже, может быть, не чувствуете, что время от времени и в ходе тренинга я задаю вопросы, на которые я не жду ответа, но которые позволяют удерживать ваше внимание. Вот это, угу, это тоже, угу. А что, можно сказать, угу? Конечно, угу. Это тоже вопрос. Внутренне вы кивнули и вовлеклись. Хотя вы не делали вот этих всех дел. Но реакция была. Как вам свет? Может быть, чуть-чуть добавить в зале, так, чтобы вы могли записывать? Нормально? Оставим? Как ты сейчас? Вам видно? Нормально? Не отсвечивает? А свет, кстати, не сделает чуть-чуть послабее? Не бьет по глазам? Очень важно. Немножко, конечно, для камеры это будет не очень. Ну-ка вам. Главное, чтобы камера. Главное, чтобы камера. Хорошо. Ага. Если я передвину чуть ближе, будет удобнее или наоборот? Ближе куда-сюда? Да. Давайте. Так, 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 так. Вот так. Вам лучше стало видно или вам было и так нормально? Оставить на месте или не передвинуть? А вам хуже. Передвинуть, да? Ага, хорошо. Ну, дурдом, да? Дурдом. Что происходит? Что происходит? Я сейчас вовлек вас в принятие решения, где будет ставить флипчарт. Как будто я без вас не могу этого решить. Кстати, здесь есть опасный момент. Не спрашивайте, не мешает ли вам шум за окном, может быть? Здесь скажут, да, мешает, мешает. И что? Поправлять вы не можете. То на что можете управлять? Освещение. Как не вверху глаза, может быть, чуть-чуть. Уберем? Спрашивайте о том, что легко можно исправить, легко можно изменить. Аудитория будет вам благодарна и будет вовлечена в то, что происходит на сцене. Вот вовлечение как раз и обеспечивает то, с чего мы начинали тренинг. В чем, собственно, главный секрет публичного выступления, успеха публичного выступления? В том, чтобы говорить с людьми, а не выступать перед ними. Прием вовлечения как раз дает возможность аудитории почувствовать, что с аудиторией говорят. Вы делаете общее дело. Ваше выступление это общее с аудиторией дело. Ваше выступление нет, ступенечки. Он выходит. Я понял, что выступления бывают трех типов по структуре. Трех типов. Первое. Напоминает дерево. Выступающий начал, вел, 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 но потом вспомнил, что нужно сказать вот об этом. Немножко ушел в сторону основной темы. Возвращаясь к истокам, он упомянул еще об этом факте и вот об этом, которые тоже были немножко не в тему, но и чуть-чуть вот об этом. Раз уж к слову пришлось. Вернувшись, он продолжал, продолжал. И потом пришел в голову анекдот забавный на эту тему. Ну и потом кое-что он рассказал лично от себя. И нельзя не упомянуть о том, что да, кстати, и вот об этом, еще и вот об этом. Но он уверенно ввел к концу, ну и в конечном итоге. Понятно, да? Для аудитории самая сложная схема. Очень трудно удержать внимание. Огромное количество энергии уходит у слушающих на то, чтобы держать тему внутри головы. Да. Я понимаю, что есть масса вещей, которые вы обязательно должны сказать. Но если бы я сказал обо всем, о чем я хочу сказать, тренинг выглядело чтобы 10 дней по меньшей мере. Не стремитесь сказать все обо всем. Скажите главное. Пощадите. Человек находится в обстановке перенасыщения информационного. Есть выступления прямо противоположные, которые начинаются так, вот как будто гвоздь вбили, такую сотку. Вот четко, ярко, однозначно. И финал такой же, знаете. Раз, человек и гвоздь вбил. И все ясно. И между этими декларом. Да, между началом и концом он буквально протянул как веревку натянул. И вот от начала к концу логично, четко, но предсказуемо. Для восприятия легко, но неинтересно. Нет изюминки, нет неожиданностей никаких. И в общем-то уже понятно, чем дело кончится и к чему ведут. Потому что, как правило, итог выступления засветился вначале. Когда вы слушаете такое выступление, вы четко понимаете, что у человека все подготовлено, все заранее известно, никаких эксцессов быть не может, никакой импровизации, и вам особо никто не даст изменить ход выступления. Он идет как по рельсу, или как канта ходит с пол. Проволки, ни шагу, влево, вправо. Это схема для коротких выступлений. Есть выступления, подобные восхождению альпиниста. Как альпинист поднимается на вершину? Он вбивает, кто считает рассылку, одна из последних была посвящена очень краткой этой изложке. Он вбивает костыль за костылем. Ну, в хорошем смысле этого слова костыль. Страховка. Страховка. Чтобы, когда он сорвется, он пролетел всего 2 метра, а не 2 километра. Выступления бывают подобные такому восхождению. Они бывают подобной лестницы. Что это дает? Если на каком-то этапе выступления оно будет неудачным, то оно срывается. Но срываетесь вы и не теряете всего впечатления вашего выступления, а только по этому блоку. Таким образом, ваше выступление состоит из нескольких небольших выступлений. Если, повторю, одно из них будет провальным, то будет только одно провальным, а не впечатление от всего выступления. Я стараюсь тренинг вести в таком режиме. Какая-то новая информация, убедился, что поняли, закрепил. Дальше, не распространяясь, не съезжая в детали, закрепил. Подводить итог. Еще варианты. Делать выводы. Делать выводы. Есть. Задать вопрос. Задать вопрос аудитории. Всем ли понятно? Да? Всем ли понятно? Вы заметили, тренинг идет недолго, но я эту вещь сделал уже несколько раз. Так, понятно? Вопросы есть? Двигаемся дальше. Пауза. Еще. Возврат к сути именно того блока. Возврат к сути. Есть. Смена слайда. Есть. Значит, об этом все. Пожалуйста, следующий слайд. Или мышку. Следующий слайд. Еще. Перебивочки. Амтракт. История, анекдот, что-то. Да? Раз, и возвращаемся уже не к этой теме, а к новой. Переключение внимания на другой объект. Есть такой вариант. Еще. Сказать, что вот сейчас мы переходим от такой темы к такой. Заявить новую тему. Все понятно? Можно... Можно вообще переместиться из одной точки... Вот такие вот штуки. Можно переместиться и начать отсюда через паузу и пошли в другую тему. Можно сменить лист липчарт. И так далее. Система понятна, да? Мы не будем это записывать. Вот это самое трудное для восприятия. Самое трудное. Но самое распространенное, к сожалению. Мы не выступаем перед аудиторией, а мы доносим мысль. А мысль человека имеет вот такую структуру. Мы не мыслим вот так. Если вы себя поймаете на размышлениях, вот вы едете по улице там или положим, просто сидите в кафе, поймаете себя на том, как движется ваша мысль. Она не движется линейно. Она вот так, как дерево, да? Обрывки мыслей, фраз, мелодия какая-то, какой-то образ никак не связанный. Как перед пробуждением бред такой бывает, да? Ахинея какая-то. Вот так. Вот такую ахинею мы пытаемся донести до аудитории очень часто. То есть перенести свою мысль на речь. Для аудитории это неприемлемо. Вот эта схема. Понятно, коллеги, что любая схема это упрощение. Это упрощение и определенное допущение. Я абсолютизирую, да, что вот второй гость. Возможны, в каждой схеме возможны варианты. Вот так сначала, а потом и вдруг сочетание схем, да, или вдруг ветви только наверху появились, а было достаточно прямолинейно. И здесь возможны варианты. На каком-то этапе возможно отступление. Это, конечно, упрощение предельное. Но по большому счету все выступления ложатся в одну, другую или третью схему. Но совершенно очевидно, что вот эта вещь для восприятия аудитории крайне сложна. Вот эта схема, если она вот так выполнена, для аудитории слишком проста и неинтересна. Вот эта схема позволяет добиваться результата. Ступенечки. Он выходит. Он посмотрел. Он поклонился. Закрепился даже в поклоне. Закрепился. И пошел. Ну вот так примерно, да? С ступеньками. Хотя это простое действие. Выйти на поклон. И здесь ступени. Я не знаю, как их обучают, говорят ли им об этом или это привычка. Они просто смотрят на других и делают так же. Не знаю. Но для нас с вами должно стать правило. Ступени во всем. На каждом этапе. Прошу. Я уже 10 метров проехал. Я уже 10 метров проехал. Он еще громко. Может быть, поможет такая история. Я однажды был свидетелем установления рекорда для книги Гиннесса. Один велосипедист, велоакробат, сказал, я спущусь по горной реке в Африке. Вот на этом участке. На велосипеде. Ну, спущусь и спущусь. Но когда я увидел этот участок горной реки, я подумал, там не то, что на велосипеде, там на бульдозере не спустишься. Огромные валуны, на некоторых тина слизкая. И вот он по ним собирался на велосипедике спуститься. Я подумал, ну, раз человек говорит, значит, знает. Настал день установления рекорда, собрались толпы народу, прилетела комиссия книги рекордов Гиннесс, играет музыка, баннеры спонсоров висят. Серьезная акция. Выезжает этот велосипедист. Погорцевал на своем велосипеде, люди поаплодировали, и стал спускаться. Метров через пять он упал первый раз. Что бы сделал нормальный человек? Ольга, что бы сделали вы? Как я могу предполагать по тому, что вы сделали сейчас, вы бы его взяли за руль и... Ну что ж, не состоялся рекорд. И побрили бы себе, да? Он бросил велосипед, встал, сделал... Да, он не упал, он проехал пять метров. Аудитория зааплодировала. Он сел на велосипед, через пять метров он упал снова. И снова вскочил. И снова аудитория аплодировала ему. Он упал раз двадцать. И всякий раз он подпрыгивал и показывал. Я сделал это. Я еще на пять метров приблизился к рекорду. Знаете, в чем парадокс? Рекорд зафиксировали. Я не знаю, зафиксировали бы ли рекорд, если бы он всякий раз вставал и делал так. Скорее всего, публика освистала его, потребовала бы деньги обратно, комиссия тоже. генеральный спонсор врезал бы под затыльник своего менеджера по рекламе, который склонил его к тому, чтобы спонсировать это мероприятие. Олин. Все. И вы думаете, только велосипедисты применяют эту вещь? Повторю. Мы имеем дело не с фактами, а с имиджами фактов. То есть, с продуктом воображения окружающих. Мы воображение окружающих формируем. Что делают боксеры, если бой не кончился очевидной победой одного над другим? Если не было нокаута? Как только звучит гонг, они начинают прыгать, поднимать руки, типа, о, моя победа! Есть. Запрыгивают на канаты и подпрыгивают на них. Заводят аудиторию. Что они делают? Они пытаются повлиять на решение судей. Они подсказывают судям, я победитель. Промоутеры подхватывают, начинают носить, кто выше своего поднимет над толпой. Ура, ура, он победил! Прекрасно знают, что, возможно, он проиграл по очкам. Горобой примерно равный. Они влияют на решение судей, на впечатление судей о прошедшем матче. Матч уже кончился. На факт повлиять нельзя, но можно повлиять на впечатление о факте. Аудитория замечает все до мельчайшего нюанса. Вы можете прекрасно все выполнить. И вздохнуть тяжело. Незаметно. Ой, я чего вздохнул, да? И аудитория видит и понимает. Он страдал. Он изображал радость от встречи и при этом страдал. Значит, сигнал неконкурентен, значит, он играет, значит, он притворяется. А хуже не бывает. Да, если выступающий притворяется, если он играет свои чувства. Если у вас на языке не то, что у вас на сердце, вам никто не поверит, говорил Сократ. Не мне, правда. Вы можете прекрасно поприветствовать аудиторию. Шикарно выступить перед залом. И в конце выступления сделать так. Ну, вот, собственно, и все. И уйти на свое место. При всем прекрасном выступлении у аудитории останется впечатление. Ну, выступила слабенько, но что сделаешь? Ну, девочка, конечно, такая скромная, не готовилась, но... При всем прекрасном выступлении, если его предварительно словами, я не готовился, я выступать вообще не умею, но меня заставили, я уже скажу несколько слов, я совершенно не подготовлен, и дальше будет блестящее выступление. Аудитория уйдет с впечатлением. Ну, выступавший, конечно, не готовился, это было очевидно, так выступление, так себе было. Подскажите аудитории, как нужно относиться к тому, что вы сделали. Жестом, взглядом. Я опускаю многое, не трогаю тонкости, самое важное. Сейчас аудитория сидит слишком близко. Да. Для них, они сейчас не чувствуют, но когда начнется выступление, для аудитории это будет дискомфортно. Внутренне захочется отодвинуть вас. Да. Оптимальное расстояние от аудитории это равносторонний треугольник, образуемый вами и людьми, сидящими на левом и на правом фланге. Понимаете, да? Коллеги, мы часто часто говорим, не задумываясь о том, какое воздействие имеет форма, в которой мы доносим. Вот без этого нельзя добиться, не очень хорошая фраза, можно сейчас развернуть, почему, но это будет долго. Лучше сказать, вот обладая этим, вы сможете добиться. Не в негативе, а в позитиве. Это психологически воздействует, очень мощно. Хотя мы не замечаем. Вроде бы, по сути, это одно и то же сказали, да? Ну, допустим, мне без тебя жизни нет. И почему-то она сразу не расплылась в улыбке, да? А вот только с тобой я по-настоящему живу. То же самое, по сути. По форме другое, позитив. Ноу проблем – плохая фраза. Есть вопросы. Хорошая фраза. Первое. О присутствующих говорят в первом лице. Говорить, я благодарю аудиторию за прекрасное. Это все равно, что любимая женщина говорит, я люблю одну женщину. Очень красивую. Да, вы можете сколько угодно так намеками вокруг, она будет понимать, что о ней речь. Больше никого нет в помещении. И не только в помещении, она надеется. Но все равно это не достигает цели. Скажите, глядя в глаза, банальную вещь, я тебя люблю, это произойдет гораздо больше эффектов. Поэтому обращайтесь к аудитории во втором лице. Я благодарен вам за внимание. Да? Понятно? Вы заметили, что вас прищучили при второй попытке уйти от прямого ответа на достаточно прямо и четко сформулированный вопрос. Первый раз номер прошел, второй раз. Наталья, по-моему, вы, да? Так, минуточку, отвечайте на вопрос, или давайте валите со сцены. Было такое? Если нет прямого ответа, вы знаете, человек свободный и сильный, не боится признать, что человек не знает. Как это выразить правильно? Вы знаете, понятия не имею. А, вот так я отвечу. Ага. И сохранить уважение к аудитории, да? Потому что если вы начинаете выкручиваться и уходить, вы теряете и уважение, и иллюзию аудитории насчет того, что вы очень эрудированы и знаете все по излагаемому вопросу. Они все равно увидят, что вы не знаете ответа. Но если вы еще не знаете ответа и пытаетесь уйти... Это смешно. Да, это смешно. А так вы хотя бы выигрываете... Ну, он не бог, он не все знает. И можно сказать, ну, к сожалению, я не бог, я не все знаю. Понятия не имею. Запоминается последнее. У публики, сидящей в зале, фиксируется последняя фраза. К выступающему вопросов не было. Он сказал, вопросов нет. При том, что 7 вопросов. Мне приходилось наблюдать и надо соучаствовать в таких вещах. Когда на пресс-конференции не было вопросов, выступающий говорил, я понимаю, что вопросов масса. Но регламент не позволяет. Я понимаю, что нужно работать дальше, поэтому давайте договоримся. Все вопросы, пожалуйста, в письменном виде. А пресс-секретарь, электронный адрес, направляйте, я отвечу на все. Вопросов нет у аудитории. Сидят? Так, пожалуйста, вопросы. С другой стороны, я понимаю, что вопросов много. Мы сейчас на все все равно не успеваем ответить. И аудитория уходит с ощущением, что был шквал вопросов, был просто... просто разрывали буквально хедлайнера. Я понимаю, что нужно работать, поэтому давайте сейчас на фуршет быстро идем, да? По деловому так, на фуршет сейчас, часть К3-4, да? А потом в письменном виде вопросы. Не всегда у хедлайнера, у человека, который отвечает на вопросы журналистов, хватает духу выждать паузу перед тем, как прозвучит первый вопрос. И, к сожалению, значительное число пресс-конференций, поначалу особенно, заканчивалось тем, что после изложения основного материала хедлайнер говорил, пожалуйста, вопросы. Раз вопросов больше нет, все на фуршет. Как? Как думают журналисты? А у нас же вопросов миллион. Просто нужно дождаться, пока прозвучит этот первый, простимулировать. Так, пожалуйста, я вижу, вы хотите, да, пожалуйста. Подтолкните, вопрос будет, и они повалятся один за другим, один за другим. Если провоцирует вас, конечно, есть соблазн дать по рукам и все, чтобы я не знал, как выгнать его, но штука вот какая. Аудитория воспринимает себя как единый организм. И если вы опускаете эго кого-то в зале, вы опускаете эго аудитории, и аудитория начинает мстить сразу тем, что начинает вся себя вести агрессивно по отношению к вам. Хотя, может быть, он им тоже мешает, и вот здесь уже сидит. Но вы на сцене, а мы тут аудитория. Пионеры наших бьют. Ага, ага. Что делать в этом случае? Что делать в том случае, если кто-то осознанно мешает вам аудитории? А там провокатор может быть. Товарищ, вы мне мешаете. И аудитория, ага, мы ему мешаем здесь. Аудитория так реагирует. Есть другой вариант. Товарищ, вы нам мешаете. Мы тут собрались, решаем серьезные вопросы. А вы мешаете проведению мероприятия. Вы же мешаете своим коллегам. Ну как вам не стыдно? Вот мы, а вот он. За пределами нашего круга. Да? Я аудиторию уже не одобрительно так. Гражданин, ведите себя прилично. Это сейчас выведем вас. Опа. Да? Мы вместе, вы мешаете. Когда вы выступаете перед аудиторией, вы главный, вы командир здесь, да? Независимо от вашего статуса и независимо от статуса людей, сидящих в зале. Вы по определению временный вожак стаи. Нам свойственно во время нашего выступления бликовать в сторону человека авторитетного для нас в зале. Нашего начальника, журналиста, да? Ну и так далее, и так далее. И мы время трения посмотрим, типа, ну как я? Да, в этом взгляде читается. Ну как, ничего, нормально? Аудитория это видит. Ей становится обидно. Понятное дело, что вы работаете на конкретного человека, а аудитория здесь просто статисты. Во-первых. Во-вторых, аудитория видит, что вы в подчиненном состоянии, что для вас кто-то авторитет, для вас кто-то важен. Вы на кого-то ориентируетесь, на кого-то работаете. Не на задачу, а на впечатление. Удержитесь от этого соблазна? Я ловлю просто на себе иногда ваши взгляды, когда-то. Нормально? Пока вы на сцене, вы главный. Когда вы ушли, статусные различия возвращаются. Они начинают действовать снова. Но пока вы на сцене, вы главный. Футбольная команда, которая выступает от банка, в ней капитаном может быть простой клерк. И ему, начальник отдела, будет подчиняться на поле. Игра закончится, они вернутся в свой офис, и снова начальник отдела будет управлять клерком. Но пока на поле действуют другие правила. Пока вы на сцене, вступают в действие новые правила. Вы вожак стаи. Стая подчиняется. Вы главный. Как только вы по визуальному каналу стали фиксироваться аудитории, ваше уступление началось. Абсолютно точно. К чему я это говорю? Я не стал обращать на это внимание в ходе выполнения упражнений, для того, чтобы не сбивать. Я понимаю, что очень много параметров, на которых вы концентрировались, и внимание человека небезграничное. Выступление началось. Но уже вот этим выходом очень многое сказали аудитории. Блин, как меня ломит. Вместо того, чтобы сказать, как мы вчера обсуждали, о, кайф, какая возможность сейчас выступить, получить удовольствие, да? Внутренне вы проговорили, блин, теперь меня выделали, опять упражнение. Я же только что выполнял. Аудитория-то видит, понимает, чувствует, что вы идете на Голгофу. Я говорил вчера, да? Выступающий вступает с аудиторией в своеобразную интимную связь, которая выступает с позиции мужчины, а аудитория с позиции женщины. Как вы думаете, захочет ли женщина продолжать отношения всякий раз, когда мужчина говорит, боже, опять, ну ладно, черт. Ну-ка, ну как хорошо. Вот в момент расстыковки орбитальной станции «Союз» вот в этот момент все, пошло выступление. Как вы встали, как вы держите спинку, как вы пошли. Вы можете устанавливать зрительный контакт, еще продвигаясь к месту выступления, уже с людьми, да? Устанавливаясь зрительный контакт. Ваша осанка. К сожалению, большинство ораторов сегодня, выходя к месту происшествия, начинают застегивать пиджак, поправлять прическу, бумаги. Приветствия – это самодостаточная акция, которая выступает как детонатор, после которой либо взрыв происходит, либо не происходит. Если в качестве детонатора был пистон от детского пистолета, пик, ядер на его умы не взрывается, как правило, какой бы текст потом не шел после этого. Запустить сразу, зацепить чувство аудитории. Открыть анахата чакру, как говорят йоги. Если тренер сказал, что читать по бумажке нельзя, писать текст выступления нельзя, как это все запомнить? Я хочу дать один из инструментов, помогающий запомнить все, что вы хотите сказать. Можно использовать тезисы, говорят. Взял тезисы и подсмотрел, что говоришь дальше, и пошел. Штука вот какая. Тезисы заметит аудитория. Когда вы выступаете по бумажке, даже если вы подглядываете только в тезисы, это минус очень большой сразу. Не надо бумажки. Что делать? А можно использовать пиктограммы. Я, конечно, сделал их слишком явным, с тем, чтобы потом к ним обратиться и проиллюстрировать. А обычно же, если я выступаю с продолжительным выступлением, запомнить последовательность тем, в котором сложно, я делаю такую вещь. Вот пиктограммы. Я сам их рисовал, и когда я на них подсмотрю, я четко вспоминаю, о чем речь в следующем блоке. Чем это нам помогает? Человек мыслит образы. И когда мы говорим что-то, мы вспоминаем не слова, а общий смысл того, что мы хотим донести. Поэтому я вообще не рекомендую готовиться с текстом. Не текст важен, а его содержание. Текст изменить нельзя, а если аудитория другая, реакция аудитория другая, внимание держать сложнее. Работать нужно с образами, но другими словами, с другим текстом. Что я делаю с этой штукой? Вы умилились этим приемом, Катыш, такая? Вот что я делаю. Вот что я делаю. Я выступаю отсюда. У меня такая штука стоит там. Я вижу ее издалека. Текст я с такого расстояния не увижу. И вторую ставлю вот сюда. Для аудитории не видно. А даже если видно, то видно ли с бумаги. Ну и что? Никому в голову не придет, что вы с расстояния 3 метра подглядываете в тезисы. Тезисы обычно... Сейчас. А, так вот. Попробуйте женщине объясниться в любви по бумажке. Я выступаю перед аудиторией. Я призадумался, поднял глаза. Куда я смотрю? Непонятно. Я смотрю в пространство. Я раз, тинь, тинь. А, ракета. Итак, светло что ли? Потом я иду в эту часть зала, да, вот как бы случайно. А я там посмотрю. Пиктограммы. При этом, должен вам сказать, что пользоваться этими пиктограммами мне почти никогда не приходится. Потому что, когда я их рисую, я очень четко через образы запоминаю последовательность связки. Почти никогда не нужно пользоваться. Иногда так скользнул, типа, ну, все нормально, иду по плану. И все. С аудиторией вы должны всегда стремиться стать союзниками. Противоборство с аудиторией, битва с аудиторией, это нонсенс. Чего вы пришли, кому вы доказываете, да? Вы все равно уйдете проигравшим. Вы докажете, да, вы докажете сами себе, стоя на сцене, но аудитория уйдет с негативом по отношению к вам. Аудиторию нужно сделать союзником. Как китайцы говорят, лучшая стратагема, лучшая стратегия борьбы с врагом, сделать его другом. Если вы по отношению к аудитории конкурент, соперник, сделайте ее своим союзником. Это сложнее сделать, чем сказать. Один из приемов назвать вслух стереотипы аудитории. Например, такая фраза. Да, кто-то может возразить и сказать, это новая удавка на население. То, что они вам собирались сказать, а уже это говорить нельзя. Кто-то может возразить и сказать удавка. Да, это непростая мера. Да, действительно, люди будут страдать. Но давайте заглянем в будущее не на один месяц, а на 10 лет. Этим людям жить дальше. Давайте посмотрим, что это меняет. Упс, и уже другая ситуация. У борца один-два приема. У пианиста свой стиль. Он делает то, что ему удается хорошо. И работает в том направлении. Может быть, не стоит нам пытаться узнать все, применить все и отработать все. Сосредоточьтесь на том, что у вас получается очень хорошо. Один-два приема. Не пытайтесь исправить недостатки. Это очень сложно. И это не окупается. Развивайте достоинства. Недостатки не будут замечены. Никто не идеален. Все равно не удастся выровнять планку и сделать все по высшему разряду. Развивайте то, что вам удается. Из всех этих приемов, которые мы разбирали, что-то требует обязательного выполнения, а что-то факультативного. Получается, делайте. Не получается, оставьте покоя. Мы охватили приемов даже больше, чем нужно вам. Но если вы будете в совершенстве владеть двумя-тремя, это уже заметно повысит эффективность ваших выступлений, вашу уверенность в том, что вы делаете. Не хватайтесь сразу за все. Возьмите пока один-два приема. Отработайте до идеального использования. Потом можете попытаться сделать другой, третий, четвертый. Вы найдете для себя два-три коронных. Развивайте владение ими. Не трогайте то, что не получается. Возьмите то, что у вас выходит лучше всего. Сколько можно выступающему держаться на сцене безнаказанно? 20 минут – предел. 20 минут – цикл внимания взрослого человека. Цикл внимания нормального человека. То есть через 20 минут внимание неизбежно угасает. Чтобы удержать это внимание, нужно переключить его. Либо перестать говорить и дать слово следующему оратору, либо начать что-то делать иначе. Цикл внимания взрослого человека хватит 20 минут, но микроцикл – одна минута. Внимание человека устроено, как подводная лодка. Перископ на поверхности. Выставляет. Если ничего интересного не происходит, пишите под воду. Через минут опять. Ничего интересного. Наша задача – зацепить. Так, чтобы захотелось всплыть на поверхность целиком. Объяснять понятное. Очевидное. Все было понятно, пока не стали объяснять. Выясняется, что вещь вроде бы простая, а на самом деле очень сложная для понимания. Избегаем этого. Я говорю об этом Владимиру, но это не значит, что все мотаем на ус. Объяснять понятное. Это снижает эго, сидящую в зале. У них создается ощущение, что их считают, если не за дебилов, то во всяком случае за детей. Если объясняют – очевидные вещи. Я хотел бы дать вам упражнение, которое позволяет научиться контролировать свою моторику. Согласитесь, часто бывает так, что мы начинаем выступление с хорошей жестикуляцией, с активным движением, у нас правильная поза, хорошая мимика, но потом мы расслабляемся, забываем об этом, и, к сожалению, наше выступление теряет тот эффект, который мог бы быть, если бы мы сохранили всю моторику, как в самом начале. Это упражнение очень простое. Просто в какой-то момент, когда вас никто не видит, двигаясь, вы говорите себе «стоп». И застываете в той позе, в какой вы были на момент, когда скомандовали себе «стоп». Стойте так минуту. За это время вы успеете сосканировать себя полностью, от макушки до кончиков пальцев, почувствовать каждую мышцу. Если вы будете делать это упражнение несколько раз в день, привыкнете к нему, на сцене вы будете четко чувствовать, как вы двигаетесь, как воспринимают у вас зрители. Это отличное упражнение. Попробуйте сами. Но это не все. Спасибо, дети. Туда, да? Ну вот, вы посмотрели фильм. Учимся выступать публично. Я надеюсь, что вы получили удовольствие от самого фильма и от тех публичных выступлений, которые у вас были за то время, пока вы фильм смотрели. И что, и все? Как теперь развить свой навык? Я понимаю, что с одного фильма не станешь великим оратором. Особенно, если вы получили удовольствие от того, как у вас стало получаться управлять аудиторией, хочется развить этот навык еще и еще. Такая возможность есть. Во-первых, мы работаем сейчас над новыми фильмами. Во-вторых, выпускаем несколько книг. У нас есть интернет-сайт. Есть интернет-рассылка, в которой много информации, гораздо больше, чем та, которую вы узнали просматривать этот фильм. Об этом вы узнаете в последних титрах после фильма. Не выключайте сейчас. Просмотрите до конца. Перепишите адрес сайта. Мы встретимся с вами снова. Удачи и удовольствия от ваших публичных выступлений. Счастливо. Йоу! Захват-бросок-удержание. Мне бы хотелось, чтобы сейчас кто-то защитил меня от хулиганов. Спокойно. К мужчине относиться, как к пришельцу. Я всегда валю с копыт просто. Все. А теперь спокойной ночи. До встречи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok